Приветствую вас, добрые люди! Судя по количеству просмотров, сравнение OnePlus 7 Pro и Mi Note 10 Pro такой формат вам зашел, поэтому я решил не останавливаться. И сегодня, пожалуй, сравним Mi Note 10 Pro и в этот раз OnePlus 7T. Да и большинство из вас откликнулись положительно, когда я предложил сделать такое сравнение и в нашем сообществе на YouTube, и в нашей группе ВКонтакте, и в нашем канале Telegram. Что ж, давайте не будем медлить и для начала сравним комплектацию. Поехали! Что ж, и давайте приступать к распаковке. Но перед этим хочу вам напомнить, что лучшие цены на эти смартфоны вы найдете ниже по ссылкам в описании. Там вы найдете ссылки на лучших продавцов с лучшими ценами и на Алиэкспресс, а также ссылки на магазины в России и Украине. Ну а теперь приступаем к распаковке. Это к упаковочку Deloiz Mi Note 10 Pro. Но перед тем, как я открою эти коробки, хочу вас попросить об одолжении. У меня есть цель в 50 тысяч подписчиков. Я надеюсь, что вы мне с этим поможете. Пожалуйста, подпишитесь на канал и также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. Но оставить лайки или дизлайки, я думаю, вы решите в конце данного видео. Ну что ж, теперь открываем коробки и смотрим, что у нас внутри. Коробки у Mi Note 10 Pro сразу встречает смартфон. Модель сегодня нам досталась в зеленом цвете. Aurora Green он правильно называется. Пока отложим телефон в сторонку и давайте разберемся с комплектацией. И для начала давайте посмотрим содержимое конвертов. Они немного разные, поэтому придется смотреть по отдельности. У OnePlus 7T находим такую вот брошюру на китайском. Набор наклеечек. Макулатура всякая там. User Guide краткий. Теперь посмотрим, что внутри конверта на Mi Note 10 Pro. Здесь ожидаема скрепка, во-первых, для извлечения лотка по сим-карту. Далее также набор макулатуры и чехол силиконовый. Но чуть позже его примерим. И на Mi Note 10 Pro комплектация заканчивается зарядным устройством с поддержкой быстрой зарядки и кабелем USB Type-C. И давайте закончим с комплектацией OnePlus 7T. Сам смартфон, он у нас сегодня достался в таком цвете под металл. Ну а на этом комплектация OnePlus 7T не заканчивается. На самом вне коробки мы также находим зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки. Чехол силиконовый или бампер. Тут уж кому как удобно. Еще одна картонка, но не просто картонка. Здесь у нас находится ключ для извлечения лотка под сим-карты. И в самом низу, последнее, что мы можем найти, это кабель USB Type-C. На этом с комплектацией все. И сразу, наверное, стоит упомянуть, что обе модели у нас сегодня представлены на 8 гигабайт оперативной памяти и на 256 гигабайт встроенной памяти. Ну а теперь смотрим, как смартфоны выглядят в родных чехлах и бамперах. Выглядят они, собственно, следующим образом в них. И посмотрим, защищают ли чехлы эти камеру. На OnePlus 7T чехол камеру защищает. Он выступает над камерой. И на Minol 10 Pro также чехол выступает, но совсем немного. По сравнению с OnePlus 7T выступает не так сильно. Ну а если вдруг вы не захотите пользоваться невзрачными чехлами из комплекта, тогда вы сможете создать свой собственный чехол с уникальным дизайном. И сделать это очень просто, буквально в несколько кликов. Заходим на Case Place, выбираем конструктор чехлов, загружаем любую вашу картинку или изображение. Если нужно, добавляем надписи и ваш уникальный чехол готов. Это можно сделать даже с мобильника, а если не охота заморачиваться, можно выбрать из ассортимента уже готовых чехлов на любую тематику. Будь то игры, фильмы, сериалы или даже мемы. И даже если у вас далеко не новая модель, не стоит бояться. Ведь Case Place производит чехлы даже для телефонов, давно снятых с производства. И после того, как ваш чехол будет готов, его отправят по любому адресу, удобным для вас способом доставки. А если вы перейдете по моей ссылке в описании и воспользуетесь промокодом СЕМАК, вы получите скидку 200 рублей на любой товар на сайте. Ведь здесь можно купить не только чехлы. Так что хватит мириться с кучными чехлами из комплекта, переходи по ссылке и сделай себе чехол сам. Ну а теперь, наконец, будем знакомиться с смартфонами поближе. Но перед этим кратко ознакомлю вас с основными характеристиками. И справа у нас характеристики Mi Note 10 Pro, а слева характеристики OnePlus 7T. Если вам нужно изучить их более подробно, можете поставить видео сейчас на паузу или же после просмотра данного видео перейти ниже по ссылкам в описании. Все, теперь давайте знакомиться с смартфонами, как я обещал, поближе. Посмотрим, чем они отличаются внешне или не отличаются. Начнем по традиции с левой стороны. Здесь на OnePlus 7T располагается переключатель громкости. На Mi Note 10 Pro здесь ничего нет. На верхнем торце на OnePlus 7T располагается микрофон шумоподавления. А на Mi Note 10 Pro также микрофон шумоподавления и плюс инфракрасный порт. На правой стороне у нас находятся кнопки питания. Здесь и здесь. Переключатель громкости на Mi Note 10 Pro. И переключатель режимов механический на OnePlus 7T. А еще на Mi Note 10 Pro на правой стороне располагается лоток под сим-карты. Напомню вам, оба смартфона поддерживают только две сим-карты формата nanoSIM и не поддерживают карты памяти. И заканчиваем мы нижним торцом. Здесь у нас располагаются динамики, микрофоны, порты USB Type-C, вход под наушники на Mi Note 10 Pro. И лоток под сим-карты на OnePlus 7T. Ну а заднюю панель вы и так уже успели рассмотреть. Здесь у нас располагаются модули основных камер. Здесь их три, здесь их пять. И вспышки еще. Ну и также поговорим о материалах корпуса. Как сзади, так и спереди на смартфонах установлено стекло Gorilla Glass 5. Что же касается окантовки, то, опять же, как здесь, так и здесь, выполнена полностью она из металла. В целом, по эргономике претензий особо к ним нет. Ну а теперь настало время запустить смартфоны. И сделаем это, как обычно, одновременно на счет 3. Раз, два, три. Первым был у нас на буквально секунду Mi Note 10 Pro и чуть позже OnePlus 7T. Смотрим заряд аккумулятора, запомним и сравним его с зарядом после обзора. Здесь, собственно, все стандартно. 100% и здесь, и здесь. Итак, на счет 3. Давай же проснеться. Ты где-то нахер. Ну а теперь давайте сравним дисплеи. Но перед этим покажу вам то, что оба дисплея выкручены сейчас на максимум и автояркость на них отключена. И выключим свет, чтобы было нагляднее. Ну а теперь сравним. Для начала цветопередачу. А далее углы смотрим. Для начала с левой стороны. Далее с правой стороны. Снизу. И сверху смотрим на дисплее. И если хотите мое мнение, то по цветам, по цветопередаче, мне больше нравятся цвета на OnePlus 7T. Здесь они более насыщенные. И также белый цвет у него более белый, что ли, по сравнению с белым цветом на Minnow 10 Pro. И несколько слов об оболочке. Конечно же, OnePlus славятся своей быстрой и шустрой оболочкой. Плюс на OnePlus 7T дисплей на 90 Гц. И все вместе это создает очень плавную и приятную глазу анимацию работы оболочки. Все очень быстро и шустро происходит. Но, боюсь, камера этого передать вам не сможет. И, как обычно, давайте откроем какое-нибудь стандартное приложение. Например, звонилку. Здесь и здесь она гугловская. Насчет три. Раз, два, три. Чуть-чуть раньше OnePlus 7T. И я думаю, вы меня не простите, если я не скажу несколько слов о виброотклике. Ну да, тактильно здесь тоже сюрпризов не будет. Мне он больше нравится на OnePlus 7T. Здесь он более тактильно приятный. Здесь все-таки на Minnow 10 Pro он ощущается более дешевым. И более дребезжащим. Ну а теперь пора сравнить звук из мультимедийных динамиков. Начнем с Minnow 10 Pro. Ну а теперь слушаем OnePlus 7T. И, как обычно, YouTube, скорее всего, исказит весь звук. Но я скажу свое мнение. Первым, что я бы хотел отметить, это стереозвук на OnePlus 7T. Ну и второе, как по низким, так и по высоким частотам, мне тоже больше понравилось, как звучит OnePlus 7T. Это что касается звука из динамиков. Что же касается звука в наушниках, разница между ними, конечно, есть. Здесь тоже в пользу OnePlus 7T, но она не такая существенная. Ну а теперь давайте вместе посмотрим, как смартфоны отрабатывают графику в тесте Antutu. Посмотрим совсем немного только начало теста. Ну и также, конечно, покажу вам результаты теста в других бенчмарках. Итак, запустим Antutu одновременно на счет 3. Раз, два, три. И, как обычно, сейчас в комментарии прибегут писать, как же можно их сравнивать, ведь у них разное железо. Но я вот сравнил, и у нас получаются вот такие вот результаты. Ну а далее смотрим результаты теста в других бенчмарках. Поехали! Ну а мы с вами от теста в бенчмарках переходим к тесту в играх. И, в частности, нас интересует PUBG. Запустим одновременно на счет 3. Раз, два, три. Ну и в самом начале покажу вам настройки графики. Сегодня хочу отметить, играем BGFX Tool на стандартных настройках. Это максимальные настройки, которые доступны смартфону BGFX Tool. BGFX Tool я уже не раз тестировал этот смартфон. Кому интересно, можете посмотреть вот здесь вот вверху эти обзоры. Но мы переходим в бой и посмотрим, какой результат будет на карте. Итак, мы приземлились. И давайте посмотрим на показатели FPS с помощью приложения Game Turbo. И видим, что на счетчике у нас на данный момент 44 кадра. Выровнялось. Было сначала 60, 31. И примерно так и держится. Средний же FPS в этой игре на Minol 10 Pro при стоковых максимальных настройках графики составляет порядка 40 кадров. Случаются, конечно же, просадки, как были в самом начале, до 28-30 кадров примерно. Здесь стоит отметить, что с помощью приложения GFX Tool можно выставить комфортные 60 кадров. Немножко поковыряв настройки, можно этого добиться. Ну а если же вы будете запускать игру через GFX Tool, то минимальные просадки там будут случаться порядка до 25-26 кадров. Средний же FPS будет в районе 35-40 кадров примерно держаться. Что касается температур, то при стоковых максимальных настройках графики, таких как сейчас, максимальная температура на корпусе достигала 38 градусов при длительных игровых сессиях. Ну а если выкрутить все настройки на максимум через GFX Tool, так же при длительных игровых сессиях, час-полтора, температура достигала у меня максимум 43 градусов на корпусе. Ну а я в игре нахожусь буквально 3-4 минуты и температура на корпусе уже добралась до скромных 35,7 градусов. И на этом, я думаю, с Minol 10 Pro и с играми мы можем закончить. И так же для начала покажу вам настройки графики. Здесь они более высокие, доступные по сравнению с Minol 10 Pro. Скоро ультра, скоро ультра будет и стартуем в бой. Но в данном случае у нас, к сожалению, встроенного приложения, которое меряет FPS нету, а стороннего я не знаю. Если знаете, напишите в комментах. Но здесь, я думаю, и так прекрасно видно, что и без счетчика FPS все очень плавно и очень комфортно идет. Стабильных, я думаю, 60 или даже 59-58, пускай кадров, есть здесь. Да и в принципе, GFX Tool этому смартфону не нужен, хотя и с ним я его тоже тестировал. Опять же, обзор, сравнение с Black Shark 2 Pro тоже есть на канале, можете посмотреть по всплывашке вверху. Но все же, если вы захотите на OnePlus 7T поставить по какой-либо причине GFX Tool, все так же будет примерно работать на 60 кадров. Но есть один существенный минус. При максимальных настройках через GFX Tool у вас существенно увеличится температура на корпусе. Ну и, кстати, насчет температур. Если вы будете играть на таких стандартных стоковых максимальных настройках графики достаточно долгое время, там час-полтора, то максимальная температура на корпусе у вас составит порядка 43,2 градусов. Ну а если захотите, как я, поиграть на максимальных настройках графики примерно так же час-полтора через GFX Tool, то тут уже ждите максимальную температуру на корпусе 52,2 градуса. По крайней мере, я такую зафиксировал и постоянно вылазило вот это вот сообщение, которое вы видите на ваших экранах. И через некоторое время игра просто вылетала, также яркость дисплея снижалась. Видимо, такая защита у смартфона от перегрева. Ну а у нас также примерно за то же время 3-4 минуты в игре температура достигла на корпусе 38,3 градусов, потихоньку продолжает расти, да, я чувствую нагрев на корпусе увеличивается. И на этой ноте, я думаю, с играми пора заканчивать и переходить уже к подробному обзору и сравнению камер. Поехали! А в самом начале, друзья, чтобы у вас не возникало вопросов, приложение Google Камера, исходники с обзора, а также все обои вы можете скачать в моем канале Telegram, а также в нашем сообществе ВКонтакте. Все ссылки есть в описании под видео. А теперь приступим. И на первый взгляд здесь все вроде неплохо, ровно до того момента, как мы приблизим оба кадра. Ну и здесь, я думаю, по детализации отчетливо видно, насколько сильно уступает OnePlus 7T, минут 10 Pro. А при переходе на 48 и 108 мегапикселей на OnePlus 7T появляется чуть больше деталей, но при этом, на мой взгляд, кадр получился на нем чуть более пересвеченным. Google Камера же в данном случае рисует более приятные глазу цвета, опять же на мой вкус, на OnePlus 7T, но все же по детализации минут 10 Pro выигрывает. Остаемся на той же локации, но немного поменяем ракурс, смотрим на темные участки кадра и здесь хорошо видим, что все-таки больше деталей в темных участках остается, опять-таки, на Mi Note 10 Pro. Ну а если перейти на высокое разрешение 108 против 48 мегапикселей, то видим, что кадр на Mi Note 10 Pro получился намного-намного темнее. Ну а Google Камера в данном случае немного лучше отработала, на мой взгляд, на Mi Note 10 Pro, на нем кадр получился более светлый и не такой смазанный. Продолжим, пожалуй, на той же локации, также посмотрим на детализацию в темных участках и здесь, на мой взгляд, в темных участках лучше отработал немного на OnePlus 7T. И даже при переходе на высокое разрешение 48 против 108 мегапикселей, OnePlus 7T здесь только закрепил свой результат. Единственное, что может спасти в данном случае Mi Note 10 Pro, это Google Камера, хоть и кадр получается при этом достаточно шумный. И на данном примере покажу вам работу широкоугольного объектива, для начала стандартный кадр без ширика. А вот уже следующие два кадра выполнены на ширик, и здесь видим, что более темный ширик все-таки на Mi Note 10 Pro, хоть в данном случае и снег немного испортил ситуацию. Далее оценим работу зума, для начала стандартный кадр без зума. На следующих кадрах мы видим двухкратный зум на OnePlus 7T и пятикратный зум на Mi Note 10 Pro. Ну а в данном случае максимальный десятикратный зум на OnePlus 7T и максимальный пятидесятикратный зум на Mi Note 10 Pro. А здесь оценим работу макрокамеры, и в данном случае намного лучше снежинки отрисовала макрокамера на OnePlus 7T. Я думаю, вы согласитесь, что деталей здесь намного больше. А теперь посмотрим на портретный режим. И в данном случае, на мой взгляд, по детализации это хорошо видно как по капюшону, так и по лицу. Лучше отработала камера на Mi Note 10 Pro, а также камера Mi Note 10 Pro лучше размывает задний фон. А мы переключаемся на ночную локацию, и для начала кадр в стандартном разрешении. И здесь мы можем увидеть, что все-таки немного более резкий кадр получился на Mi Note 10 Pro. Теперь посмотрим на работу встроенных ночных режимов. И здесь, на мой взгляд, более светлый и более детальный кадр получился на OnePlus 7T. Ну и конечно же посмотрим, как ночной режим отрабатывает Google камера. И здесь отчетливо видно, что Google камера лучше отработала на Mi Note 10 Pro. Сменим, пожалуй, локацию, и давайте посмотрим, как камера отрабатывает в стандартном разрешении. И мы с вами можем увидеть, что здесь вот под елочкой на Mi Note 10 Pro виден снег. На OnePlus 7T его здесь практически-практически не видно, к сожалению. И даже если переключиться на 48 и 108 Мп, также в тени под елочками на Mi Note 10 Pro мы наблюдаем снег. И не наблюдаем его на OnePlus 7T. И конечно же посмотрим, спасет ли ситуацию Google камера на OnePlus 7T. Но, к сожалению, здесь чуда не случилось. Также помимо этого страдает детализация кадра. Переходим к фронтальной камере. И в данном случае по деталям камеры отработали, на мой взгляд, примерно одинаково. А вот задний фон, даже без портретного режима, лучше размывает камера на Mi Note 10 Pro. А вот кадры сделанные с помощью приложения Google камера, как здесь, так и здесь, получаются достаточно темными, на мой взгляд. Далее смотрим на работу фронталки ночью. И здесь все понятно и без моих комментариев. А вот уже фронталка плюс Google камера неплохо так спасает ситуацию на OnePlus 7T. И на этом с фоточастью мы закончили, а далее вам предлагаю посмотреть возможности видеосъемки данных смартфонов. Поехали! У нас тестовая запись видео в формате Full HD 30 кадров в секунду. 30 кадров только потому, что в этом режиме работает стабилизация. Пройдемся, давайте обычным шагом проверим ее. И, друзья, хочу напомнить, что видео во всех форматах. 4К, ночная съемка, съемка с Google камеры, съемка с фронталок. Все-все есть на втором канале. Ссылка в описании под видео. Или же вы название канала видите сейчас на ваших экранах. Теперь пробежка и проверим, как стабилизация работает на бегу. Бежим, 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 бежим. И фокусируемся на ближнем объекте, на дальнем. На ближнем объекте, на дальнем. Ближний и резко дальний. И, как обычно, друзья, после всего увиденного, прошу вас поделиться вашим мнением по поводу камер по всплывашке вверху. Ну, а вот теперь уже можем подводить итог нашего сегодняшнего сравнения. Ну, я здесь, наверное, ничего нового, собственно, не скажу. Но скажу так. Так, если вам нужен смартфон с топовым железом, с отличным дисплеем на 90 Гц, с отличным стереозвуком, с очень быстрой и шустрой оболочкой, то ваш выбор очевиден. Я думаю, вам стоит брать OnePlus 7T. Ну, а если вас смущает капелька на дисплее, тогда посмотрите в сторону OnePlus 7 Pro и OnePlus 7T Pro. Ну, а вот что касается камерафонов, если вам смартфон в первую очередь нужен для съемки видео на смартфон, для съемки фото с большим разрешением, и при этом нужен смартфон с высокой автономностью, то я думаю, ваш выбор – Mi Note 10 Pro или обычная версия Mi Note 10. Для тех, кто не знает, напомню, разница между ними только в объеме памяти, а также на Mi Note 10 Pro на одну линзу больше в основной камере. Ну, а если вы спросите меня, какой смартфон выбрал бы я, то я бы, наверное, все-таки подумав-подумав, да и взял бы себе OnePlus 7T. Ну, и давайте, наконец, смотреть, какой заряд аккумулятора остался и таблицу с автономностью покажу вам, подробную таблицу с тестами автономности. Итак, на OnePlus 7T 87% и на Mi Note 10 Pro заряд аккумулятора 92%. Все, далее смотрим подробную таблицу с тестами автономности. Поехали! И как вы сами видите, более емкий аккумулятор все-таки дает о себе знать. Ну, а с вами, добрые люди, как обычно, был я, Александр. Прощаюсь с вами ненадолго. Всем пока, друзья. До встречи.